Здравствуйте, с вами Горбнов Александр из компании Best недвижимости, показ 360. Сегодня вашему вниманию я хочу представить один из лучших домов на Горьковском направлении. Это дом 500 метров на участке 11 соток, всего в 3 километрах от МКАД по Горьковскому шоссе. Дом расположен недалеко от нового жилого комплекса Измайловский лес. Дом в шаговой доступности от всей городской инфраструктуры, расположенного на прелестном участке. Подробное описание по этому дому вы можете увидеть, перейдя по ссылочке под этим видео. Задача же этого видео в формате 360, кстати, показать вам планировку дома, его наполнение. И также задача этого видео в том, чтобы еще до поезда на просмотр дома вы составили первое впечатление о нем. Я уверен, вы составите отличное впечатление. Итак, сейчас я нахожусь в гостиной этого дома. Общая площадь студии, в которую входит гостиная, кухня и столовая, 53 квадратных метра. Не забывайте, что видео в формате 360, то есть вы в любой момент можете нажать на паузу и уделить тому или иному объекту свое повышенное внимание. Достаточно просто вращать изображение по осям. Да, здесь действующий камин из натурального камня. В отделке дома использовались очень дорогие высококачественные материалы. Ремонту дома меньше двух лет. Сейчас мы находимся на кухне. Кухня Монтобьянка. Натуральный камень. Камень может быть натуральный, скорее всего искусственный, потому что он натуральный. Камень боится, например, минеральной воды, еще каких-то таких штук. Значит, фартук сделан из травертина. Вся бытовая техника кухонная у нас производства Куперсберг. Не забывайте, что видео в формате 360. В любой момент можете нажать на паузу и тому или иному объекту свое повышенное внимание уделить. Это столовая. Дорогая мебель. Также духовка и микроволновка Куперсберг. Холодильник и морозильник Липхер. Холодильник с зоной свежести. Если купите этот дом, там будет стоять ящик шампанского. Так, по качеству отделки, да. На полу у нас дубовая паркетная доска. Все обои итальянского производства. Есть образцы, рулоны. Также в отделке много камня кварцита. Сейчас мы находимся в зимнем саду. Я не нашел где включить свет. Ну да и ладно, я думаю, света достаточно для этого видео. Хотя уже вечереет. Сейчас скоро будут сумерки. Вот такой зимний сад отличный. Летом, да в общем-то и зимой он может выполнять роль столовой. Так как помещение отапливаемое. Постараюсь поменьше задерживаться в комнатах. Да, в конце я вам скажу обо всех преимуществах этого дома и участка. Так что досмотрите до конца. Это кабинет первого этажа. Он около 20 квадратных метров. Все комнаты полностью меблированы. По той цене, по которой мы выставляем дом на сегодняшний день. Вся мебель будет входить в стоимость. Кто будет дальше, посмотрим. Санузел первого этажа. Все двери тоже из массива дерева. Большой санузел. Вы видите, здесь даже люстра. Все комнаты, санузлы, коридоры в достаточно светлых тонах. То есть это не белый цвет, но достаточно светлый. То есть здесь точно у вас не будет депрессии. Очень светлый дом. Ну, в общем-то, как и любой дом, где живут светлые люди. Так, это зона отдыха. Тут у нас такой тамбурок. Дальше мы попадаем в бассейн. Бассейн длиной 6 метров. Здесь есть противоток. То есть можно плыть в режиме реального пловца. Баня. Естественно, вот эти части у нас выполнены из абаша. Да, то есть эта поверхность не нагревается ни в коем случае. Эта сауна – это баня. И здесь газовый розжиг. То есть это гораздо лучше, чем электро. Потому что, ну, очень медленно набирает температуру. И, соответственно, очень много электричества кушает электрическая баня. А газовая же нагревается мгновенно. И, соответственно, все это намного дешевле будет. Здесь у нас душевая. И здесь ступеньки в купель. Сейчас она не заполнена. Но там все в полном порядке. Покидаем зону бассейна. Но не покидаем зону отдыха. Вот, кстати, здесь можете обратить внимание. Это наша газовая горелка. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Так, не подготовился я. Заранее дверь не открыл. Ну, да ладно. Еще один оборот. Так, это... Предбанник с выходом во двор. И к беседке с барбекюшницей. И рядом к калитку в лес. Да, то есть... Ну, можно по-разному фантазировать. Собственно, можно выйти из бани и пойти пробежаться. В лесу. Так, и здесь комната отдыха. Комната отдыха с видом на лес. За штормой сейчас не видно. Не видно, но вот. Собственно, все там. Вернемся в дом. Мы прошли, по-моему, весь первый этаж. Так, здесь у нас лестница, цокольный этаж. Туда мы сейчас не пойдем. Может быть, спущусь позже, чтобы показать вам бильярдную. Так, видите, вдоль лестницы и всего холла второго этажа у нас такой фартук из кварцита. Холла второго этажа. Как видите, тоже достаточно светло здесь. Здесь у нас спальня, 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 санузел. И небольшая детская игровая. Начнем по часовой стрелке. Первая спальня. Это спальня относительно небольшая. Она 20 квадратных метров. Как видите, полностью маниблирована, отделана. Натяжные потолки. На полу везде также дубовая паркетная доска. Вторая спальня. Это спальня. Это спальня площадью 24 квадратных метра. Она угловая. Здесь у нас юго-восток. Есть выход на балкон. Также на этот балкон есть выход из соседней спальни. Это спальня 28 квадратных метров. Она выполнена в стиле Versace. Здесь обои Versace. Над шкафом дизайнер также поработал. Вот можете отсюда посмотреть. Натяжные потолки с подсветкой. Все в лучшем виде. Здесь также интересная мебель. Но сейчас у меня подробности не записаны. Так, и балкон. Здесь, как видите, у нас вход из двух спален. Откроем балконную дверь. У нас остался мансардный этаж. И цокольный. Но в цокольный, я думаю, мы спускаться не будем. Так, подождите. Здесь еще два помещения. Большой санузел второго этажа. Здесь помимо ванной, туалета и умывальника есть чуй-биде. И здесь небольшая детская комната. Ну, она буквально, наверное, 12 квадратных метров. Ничто не мешает делать детской комнатой другую, собственно. Ну, опять же, это как игровая. Так, и поднимаемся на мансардный этаж. Мансардный этаж. Здесь большая студия, площадью около 70 квадратных метров. Ну, на сегодняшний день здесь комната такая свободного назначения, можно сказать, бесстевая. Здесь есть два мансардных окна. Одно окно здесь, второе по диагонали с той стороны. Кстати, вот примерно здесь находится канализационный стояк первого и второго этажа. То есть, если, например, новые хозяева предпочтут иметь на мансардном этаже также санузел, то вот здесь есть место для него. Ну, наверное, я здесь закончу свое повествование. Я в конце обещал рассказать вам о преимуществах этого, несомненно, эксклюзивного объекта. Преимуществ здесь масса. Назал главный из них. Здесь, при том, что участок абсолютно тихий, поселок Камерный находится в окружении большого лесного массива. Здесь есть калитка в лес. При этом лес не как, например, в Малаховке, где у вас на участке огромные мачтовые сосны и небольшой ветерок, и ночью вам страшно спать, потому что деревья скрипят. Здесь такого нет. Здесь огромный лес, но он на небольшом отдалении. То есть, близко к дому здесь только небольшие деревья. Но дальше огромный лес. И вот при всем при этом, при этой камерности, тишине, при близости леса, здесь также очень близко находится городская инфраструктура. Буквально 5 минут мы проходим от КПП поселка, поселок охраняемый на минутку. И, собственно, здесь все. Школы, садики, магазины, супермаркеты, поликлиники, все что угодно. Метро также недалеко, но до метро нужно проехать на маршрутке. Что еще здесь? Центральные коммуникации. Здесь трехфазное электричество, здесь магистральный газ, здесь два отопительных котла в доме, плюс еще в гараже отдельное газовое отопление. Здесь центральный водопровод, общая поселковая скважина глубиной 140 метров. Соответственно, здесь в доме даже не нужна водоподготовка. Вода отличного качества, сантехника у вас будет в лучшем виде. Она и сейчас в лучшем виде. И дом на сегодняшний день, за ту цену, за которую мы прилагаем его сейчас, он полностью укомплектован. Состояние ремонта отлично. Ремонт сделали всего два года назад, даже меньше двух лет назад. И домом практически не пользовались. Ну, имеется в виду первый, второй этаж. Там совершенно новая косметика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...